Здравствуйте! На канале ИТОН ТВ программа «Разбор полетов». Сегодня веду я, Михаил Горин. Со мной в студии мои коллеги, израильские журналисты Илана Михаэли и Лазарь Данович. Добрый вечер! Добрый вечер! Говорить мы будем, ну, наверное, о свободе слова или, наоборот, о слабости закона, не знаю. Сейчас вот коллеги мне помогут определить, о чем будем говорить. Дело в том, что израильские СМИ с радостью обсуждают высказывания Мейра Мазуза. Это очень известный в Сефардской общине раввин. Он в свое время входил в число самых первых раввинов Сефардской общины, в структуру, но потом ушел в свободное плавание, стал независимым полностью. Он иногда радует светскую часть общества своими высказываниями. Вот в данном случае он в субботнем уроке высказался по поводу Либермана, Лапида и всех его дружков. Это была цитата. Так вот, он назвал их предателями, утверждая, что они, и опять цитата, «хуже нацистов». Яйра Лапида, министра иностранных дел Израиля, альтернативного главу правительства, он с помощью, ну, скажем так, определенной игры слов сравнил с некошерным животным. Коллеги, скажите мне, пожалуйста, это не первый раз, когда представители ультра-ортодоксов, раввинов, что-то разъясняя о своей пастве, проходятся по поводу светских политиков, используя вот подобную, а часто и не нормативную в нашем понимании лексику. Меня как-то один мой коллега, очень религиозный человек, сказал, что на это не надо обращать внимания, вы просто не понимаете этого мира, это другой мир, где происходят сравнения с историей, с Тарой, это какие-то высказывания, аналогии и тому подобное, вам этого непонятно, поэтому вы совершенно зря на это обижаетесь. Поэтому мой первый вопрос, может, действительно не надо обижаться, Илана? Не, ну, я надеюсь, что ты не серьезно это спрашиваешь. Ну, не нам, Либерману, Лапиду, их дружкам. Ну, что значит, не надо обижаться? Тут даже не вопрос обиды, тут вопрос хамского абсолютно отношения к светскому населению, которое почему-то оправдывается какими-то там иными понятиями ментальности. Кстати, ты говоришь, твой знакомый религиозный сказал, что мы не знаем историю, мы не знаем то, мы не знаем то. Не мы, это он говорил мне, конкретно. Хорошо, тебе. А они историю знают, у них вообще это даже не одна из основных дисциплин. Они кроме Торы ничего не играют большой роли. Они историю знают по Торе. Окей? Теперь, что касается господина Мазуза. Мизуза. Мазуза. Мазуза. Значит, он, конечно, уникальная личность. То есть, его неоднократные выступления хамские абсолютно. И собою хорош. Я уже даже про это не говорю, потому что про таких, я бы сказала, как выражались девушки в русских селах, но я промолчу просто, потому что это уже, знаешь, Лиза, это можно и... Давайте вернемся. Да. Внешность его, скажем так, меня не привлекает. Я красиво сказала? Хорошо, точно. Окей. Значит, но бог с ней с внешностью. Господин Мазуза, он же регулярно осуществляет какие-то словесные непотребные нападки на представителей, скажем, светского сектора, на политиков из светского сектора. Ведь ему принадлежит знаменитое выражение годовалой давности в адрес господина Либермана, главы партии НДИ, о том, что по гематрии, которой наш уважаемый Равин очень увлекается, он считает, что это наука всех наук, конечно же, а, значит, фамилия Либерман, это, оказывается, сатана. Поэтому понятно, что, значит, кто такой Либерман, и, собственно говоря, вся его деятельность, конечно же, привезенная, конечно же, из России, давайте не забудем, она направлена чуть ли не на уничтожение этого государства. Значит, он же известен еще целым рядом высказываний. Он, кстати, входил в совет мудрецов Торы. Да, я поэтому и сказал, что он сходил в структуру. Он не сказал, что это человек какой-то там маргинал. Но он потом посчитал, что она недостаточно. Нет, он потом занялся политикой, он же присоединился к Эли Шаеву, отсоединился от партии ШАС, когда тот ушел. Теперь он вернулся в партию ШАС, между прочим, и опять отстаивает их интересы. Ну, хорошо, о политике мы еще поговорим. Да, да, да. Но то, что такие люди, как этот товарищ, позволяют себе столь хамские выпады. И я понимаю, что, с другой стороны, ну что, невозможно, что суд на него каждый раз подавать. Вот про суд мы сейчас поговорим. Может быть и надо, кстати. Может быть уже наконец и надо. У меня вопрос к тебе. Кстати, уже после того, как появилось это высказывание Мазуза, было интервью Яира Лапида, по моему, сайту Вести, в котором его спросили, как он относится. Но он сказал, что я не собираюсь даже на это реагировать. Вот Ивет, он имел в виду Либермана, он, мол, другой человек, он как бы горячо на это реагирует. А я нет, не собираюсь думать вообще об этом. Да, тут вопрос, в принципе, к тебе тот же вопрос. Надо ли на это обижаться, надо ли реагировать, подреагировать. Я имею в виду, что конкретно, допустим, вот это высказывание, что они хуже нацистов. У нас часто употребляют фашист, нацист. И, кстати, я посмотрел, мы одна из немногих стран, где нет законодательной какой-то защиты от подобных вещей. Да, и я хотел бы еще вот что уточнить. Это же не с бухты барахты он сказал. Он сказал это в таком контексте, что намеченное снижение, а то и прекращение государственного финансирования частных ультрарелигиозных, ашфодоксальных школ, то есть Ишиф и Колилей, будет прекращено или уже прекращено в связи с тем, что они наотрез отказываются преподавать в своих учебных заведениях основные предметы. То есть математику, английский язык и компьютерную грамотность. В связи с этим разразился этот, я не знаю, что Мазуз значит по гематрии, но знаю откуда он родом, в связи с этим он разразился, что это, как сказать, угроза миру Торы, он сказал, а не государство Израиля. Государство Израиля его колышет только с одной стороны, будет оно ему платить или нет. Больше у него никаких связей с этим государством нет и быть не может. Он так поставил вопрос, вот из-за чего они нацисты. Ну, вы сами понимаете, что слово нацист в последнее время немножечко запуталось и не ювелировалось. Может быть, он имеет в виду совсем другое прочтение, которое мы... он-то, понятно, не читает, он это делает... То есть я понимаю, что ты имеешь в виду, что он не имел, что Лапит или Либерман принадлежат к национал-социалистической партии Германии. Он не знает о ее существовании ни в прошлом, ни в книгах. Он этого не знает. Он знает это слово. Он его как, извините меня, как попка задолбил. И вот он его применяет. Почему применяет? Потому что применяют. Потому что можно. Обращать на это внимание или, что называется, как сказал Лапит, плюнуть и забыть? Я думаю, что надо обращать внимание. Не надо делать из этого, как еврей, не приехавший оттуда, откуда приехал Мазус. Говорят, не надо тумал из этого делать, понимаешь? Вот. Хорошо сказал. У Либермана и Лапида, или еще у кого-то из оскорбленных таким образом политиков, есть соответствующие службы, есть соответствующие юридические советники и силы, которые начинают этот процесс. Начинают этот процесс. На что опираюсь? Я вам скажу, на что. Да, нету статьи закона, где написано, нельзя называть Авикдора Либермана нацистом. Такой статьи нет. Нельзя называть Лапида некошерным животным. Такой статьи нет. Но есть статья Лошанра. То есть, Оскорбление. Злоязычие. Злоязычие. Оскорбление. Злоязычие оскорбление. Кроме того, по закону нельзя проклинать. Проклятие считается... Если только ты не хочешь пульса дынура, это когда собираются кого-то вообще проклясть на смерть. Да, это совсем... А вообще проклятие считается противозаконным действием. Так как... Тетя Песя из книги «Мальчик Мотл» так не считала. Так не считала, да. Вот, значит, послушайте. Любой юрист толковый вам это все рассолкует и определит, что сравнение с нацистом приравнивается к Лошанра и к проклятиям. Почему? Потому что в сознании еврейском и всемирноисторическом нацизм как явление, нацизм за его злодеяние, проклятое явление. Значит, называя нацистом, ты приравниваешь к проклятым. Называя нацистом, ты приравниваешь к всемирному злу, скажем так. Вот, получи, распишись. Денег у тебя до чертовой матери. Извини меня, несмотря на твою службу. Но денег именно до чертовой матери у тебя. Чтобы в свое время принятому закону там была сумма уволечена до 350 тысяч шекелей, если я правильно понимаю. Да, 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 совершенно верно. Кстати, если можно добавить. Конечно. Уже господин Мазоза, он же год назад, когда была в разгаре пандемия, сказал, что все виной пандемии, конечно же, гей-парады, если вы не знаете. Ну, это понятно. Это нет, нет, он за этим стоит. Да, Лазар хотел еще что-то дать вам сказать. Я хотел добавить, буквально через два дня после этого другой раввин, более толковый и приличный, сказал следующее. Эти люди, которых он так оскорбил и проклял, и назвал нацистами, они думают о будущем Израиле. Он сказал, что они спасают ультра-ортодоксов. Да, они думают о будущем Израиле, думают о будущем этих людей, этих детей, подростков. И молодых мужчин, которые обучаются в этих учреждениях. Их надо, тех, кто так делает, не обижать, а наоборот поддержать. Ну, понятно. Я не понимаю, вы умней. Скажите мне, каким образом, я не знаю, логарифмическая линейка, или арифмометр Феликс, или система интегралов могут быть оскорблением Всевышнего? Это риторический вопрос. Это не вопрос оскорбления. Если останется время, мы к нему вернемся. Во-первых, спасибо за комплимент, но это отнюдь не связано с оскорблением. Это связано со знаниями. Знание есть зло. Вопрос к тебе. Вот Лазарь, в принципе, сказал, что, если я правильно понял, что, как бы, не надо устраивать из этого, как бы, большое горе из всего, из всех этих высказываний. Но, если есть возможность, то можно, надо привлекать к ответственности. Для этого нужны законы. Да. Их, как известно, у нас пишут парламентарии. Да. Депутаты Кнессета. Последние два дня депутат Кнессета превратился, как выразился один мой знакомый, в шабаш. Там принималось два закона. Один о помощи родственникам погибших. Приравнивание с братьям и сестрам. Да, братьям и сестрам. Да. А один по поводу запрета поднимать палестинские флаги в израильских университетах и кампусах им прискоряющих. Я сейчас не говорю о сути этих законопроектов. Это отдельный разговор. Но то, что там неслось с трибун. Ну, нацист, фашист, террорист пошел в газу. Но пошел в газу, имелось в виду, вот, след за русским кораблем. Ну да, газа, которая писает с рукой обычно. Короче говоря, это было... Кошмар творился в этом отношении. Подрались еще. Так, извините меня, как мы можем требовать, чтобы эти люди принимали законы, которые запрещали бы оскорбления? Увы, увы, увы. Или это две разные вещи просто? Нет, это не разные вещи. Это все взаимосвязано. Как-то я беседовала с одним коллегой из Англии и сетовала очень сильно на отсутствие в Израиле политической культуры. Вот на то, о чем ты говоришь. Я думаю, что мы есть на одинокие. Мы все с удовольствием наблюдаем картинки из парламентов, где стулья разбивают друг другу на голову коллеги, депутаты. Да, пожалуйста. Я не считаю, что еврейский народ, мудрый народ книги должен брать именно с них пример. Понятно. Примеры такие есть. Но мы же говорим, что мы избранный народ. Не то, что я с этим согласна, но мы же так считаем. Тем более, уважаемые товарищи, изучатели Торы, которые нас с вами считают недочеловеками. Они же говорят, что мы избранный народ, но если мы избранный народ, мы должны нести в мир свет, добро и прочие радости жизни. Вместо этого мы что показываем? Мы показываем, что мы опустились до уровня животных. Просто. То есть какой орвал, какое что. Мы просто какая-то ферма вот этих некошерных животных становимся, про которых нам нельзя называть слух, чтобы никого не обидеть. Ну, кстати, сом тоже некошерный. Сом. Я небольшой специалист. И устрица. Сом некошерный. Ну, просто мы имеем в виду другое животное. И даже стерлядь некошерный. Стерлядь не хорошее название. Но неважно. Мы сейчас не будем заниматься семантикой. Короче, что я хочу сказать. Скажи. Я хочу сказать, что наши избранники народа, часть из которых мы с вами выбирали, часть из которых мы с вами не выбирали, все они вместе, дружной командой оказались в нашем израильском парламенте. И они показывают последнее особенно время зачастую свое истинное лицо. То есть часть из них. Я не говорю, что все. Есть политики, с которыми я отношусь с большим уважением, которые при любой ситуации умеют держать себя в руках. Но их меньшинство. А большинство вот это вот началось в колхозе утро. И, как говорится, можно вывести девушку из деревни, но нельзя вывести деревню из девушки. И это тот самый случай. Пусть мне не рассказывают. Что-то у меня несет сегодня цитаты. Кухарка может управлять государством. Не может. Не может. И не должна кухарка управлять государством. Обычно в Израиле принято как бы эту фразу иллюстрировать картинкой, когда Голда Мэйер стоит на кухне и моет посуду. Я вас вынужден разочаровать. Владимир Ильич, говоря это, имел в виду, что кухарка не может управлять государством. Нет, но в итоге мы. Я не знаю, как вы, но мы выросли именно на этой фразе. Не будем зацикливаться на этом. Подведя итог, я хочу сказать, не будем зацикливаться. Но что делать с этим? Может быть, любого избранного отныне депутата надо каким-то образом провести через воспитательный семинар или лагерь для трудновоспитуемых подростков. Нет, но я не знаю, как научить их хотя бы не то, что приличным манерам. Вот сейчас Лазарь нам подскажет, но я ему задам конкретный вопрос. А помимо этого Лазарь скажет и это. Вопрос заключается в следующем. Все-таки я хочу вернуться к вопросу про свободу слова или слабость закона. Вот профессор Одет Гольдрайх. Это известный человек. Известен он стал после того, как целых два министра израильских отказались вручать ему премию лауреата Израиля. Премию Израиля. Потому что он активно поддерживает бойкот этого самого Израиля во всем мире. Так вот. Профессор Одет Гольдрайх и еще четыре лауреата премии Израиля. Они подписали письмо правительству Бельгии с призывом бойкотировать товары, произведенные в еврейских поселениях Иудеи и Самарии. То есть они сделали то, за что, например, во многих штатах Америки это является уголовным преступлением. Призыв к бойкоту Израиля, чего Израиль долго добивался. Израиль, например, активно добивается, допустим, или запрещает въезд в Израиль европейским леворадикалам или людям, просто поддерживающим палестинское общество, которые хотят приехать сюда и, как считается, тоже устраивать различные провокации. Или бойкотировать, призывать к бойкоту Израиля. И вот возникает некий диссонанс. Когда говорят вот об этих людях, об этих профессорах, лауреатах Израиля, которые призывают в Европе платить в Израиль, то это свобода слова. В то же время Израиль борется, чтобы этого не было и преследовалось по закону в других странах Европы. Здесь нет некого диссонанса? Ну, разумеется, он есть. И я думаю, что комиссия по выработке критериев и назначении конкурса на премию Израиля должна работать точнее, честнее, патриотичнее и лучше. Присуждают то премию Израиля за достижения в науке. Хорошо, ничего страшного. Можно достижения достигнуть своих целей и без огромной премии, которую получат это бесконечно богатые люди. Поэтому я считаю, что они же не с дуба свалились. Они же этими делами занимались как до получения премии, так и после получения, так и в момент получения. В беспрецептности их трудно упрекнуть. В беспрецептности их упрекнуть трудно. Уверяю тебя, если бы им сказали, ты знаешь что, ты против этого государства, ты против его политики, ты против его части, его народа и так далее. Ты не получишь эту премию. Ты можешь дальше развивать астрономию и физику и так далее. Но эта премия, она все-таки не только за достижения, она еще имеет и символическое государственное значение. Поэтому эта комиссия должна работать лучше. Из этой комиссии надо поудалять. Поудалять просто всех тех, кто допускает или провоцирует или приводит к подобным казусам. Потому что это же тоже, они же знают, кого выдвинули. И это тоже какое-то лобби. Надо с этим разобраться. Первое. Второе. Не сильно обращать на это внимание. Если уж это произошло. Они написали королю Бельгии. Ну хорошо, они написали королю Бельгии. Чтобы он не ел фалафель, произведенный за зеленой чертой, он не будет есть. Понимаете, насколько это не должно нами рассматриваться, настолько они считают это важным. Они же это делают, чтобы вызвать вот именно то, что сейчас происходит. А им надо сказать, вы не колышите никого. Вы продолжаете писать свои стихи. Вы продолжаете выводить свои формулы. Вы продолжаете делать то, что вы делаете, умеете очень здорово. Но если это начинает пересекаться с политикой, и эта политика антиизраильская, досвидос. Вы не получите ни одного гроша. Это огромные деньги, кстати, эта премия. Кроме того, это престиж. Вы не получите ни престижа, ни денег. До свидания. Теперь, что касается наших псевдодепутатов, а я почти большую часть считаю псевдодепутатами, потому что депутаты это избранник народа, а не избранники своих партийных боссов, которые, даже если в партии есть выборы, все равно это продавливается боссом и центром партии, а никак не широкими партийными массами, которых тоже нет. Что значит широкие партийные массы? Это либо крикуны, это либо клакеры, либо интересанты, получившие что-то от этого. Вот кого считают, так сказать, партийными массами. Нет давно уже тут таких партий, которые бы руководствовались идеологией. До свидания. Тут нет этого. Поэтому это назначенцы, это хапперы, которые выскочили наружу и забрали себе то, что они сейчас имеют. Я не вижу тут большой парламентской культуры или большой парламентской свободы. Нет, это не депутаты, как правило. Нет, права Илана, нас считать человек 30-40 действительно достойных, действительно этого заслуживающих. 40 это треть. Да, может быть третий есть. Те, которые действительно этим занимаются, две трети. Это, знаешь, было такое слово у нас еще там, галутайцы. Это что значит? Ну, вот крикуны из галута. А, это из галута. Да. Галутайцы. Вот это галутайцы, крикуны. Поэтому должен работать в этом плане, должен очень правильно работать закон о депутатской неприкосновенности. Мы унаследовали его, как очень многое, из британской парламентской системы, где депутатская неприкосновенность 120%. В очень многих парламентских республиках, коим относятся и наши, там есть грань, за которой заканчивается депутатская неприкосновенность и начинается уголовное или прочее преследование. Ну, это очень тяжелые преступления. Нет, не только тяжелые. Это, кстати, и публичное оскорбление, это и недостойное депутата поведение, это даже, это даже и, вот действительно, то, что у нас происходит почти каждый день, крики друг на друга, они просто-напросто, я вам скажу, распоясались. Мы их никаким образом не регламентируем и не, мы для них ноль, никто. Лазарь, я должна тебя, извини, что я тебя перебиваю, порадовать, мы дальше для них будем ноль. Да, да, да. Потому что мы их не выбираем. Да. Мы их не выбираем, какая разница, вот мы сейчас сидим здесь об этом говорим, а им-то что? Ну, поэтому, пока... Кто-то же их выбирает. Ну, опять, покажи мне, приведи, вот у тебя сколько места в суде. Как кто-то, центр партии выбирает. Да, центр партии выбирает. Нет, вы не поняли меня, кто-то приходит на избирательные участки. Да, на избирательные участки приходят либо люди, так сказать, проведенные за нос элементарно, либо те, которые не проведены за нос, а знают, что с этого им перепадет. Парламентаризм израильский себя почти исчерпал. Политическая система зашла в тупик. Все, что происходит на уровне законодательной политики и практики, а уж не говоря об исполнительной, должно подвергнуться изменениям. Иначе мы с вами будем еще много раз в этой уютной студии говорить о хамах, которые там полезли, о, извините меня, людях, которые плохо знают историю и поэтому позволяют себе оскорблять, кроваво оскорблять других, не зная о том, что стоит за этим словом и что стоит за этой историей, до тех пор, пока не будет изменена система, пока мы действительно с вами не скажем, да, мы его выбирали, мы виноваты, а так нет. Ну тогда, Лазарь, тебя на царство. Я думаю, пришло уже наконец время за царство Израилева. Я решу предположить, что об этой уютной студии, как сказал Лазарь, мы все еще долго будем обсуждать иногда и этот вопрос тоже. Коллеги, большое спасибо за этот разговор. Напомню, что со мной в студии были Илана Михаэль и Лазарь Данович. Всего доброго.